Мастера красоты Второй вариант, есть еще специализированные курсы по увеличению скорости То есть там то же самое, но мы тренируемся делать салонные ногти Ну и конечно практиковаться, потому что даже если вы пройдете несколько конкурсов, несколько таких курсов Но у вас будет там 10 клиентов за месяц, то скорости это все равно не поможет То есть конкурсы, курсы и регулярная практика Как научиться поднимать цены, если изначально или из-за отсутствия опыта, уверенности или наглости Начал работать в сегменте эконом? Из сегмента эконом сложно переходить, но когда-то это придется сделать Поэтому я бы советовала не на 10%, не на 100 рублей поднять, а сразу процентов на 50 И уже целенаправленно работать на то, чтобы обновить свою клиентскую базу и перейти из сегмента эконом следующий Но нужно не просто взять ее и поменять, а поменять условия То есть может перейти в кабинет отдельный, если вы уже там работаете, в более лучший кабинет Расширить спектр услуг, ну то есть сделать так, чтобы клиенты захотели заплатить больше Но скорее всего вам просто придется сменить базу, потому что те, кто привыкли платить в сегменте эконом, вряд ли захотят платить в два раза больше Почему стали пренебрегать классикой? Классикой в чем? Наверное в маникюре В маникюре? Наверное с появлением аппаратных технологий, все-таки удобство, мне кажется даже как клиенты как-то психологически О, что-то новенькое, аппарат, то есть им сразу хочется это делать Но мне кажется, я не уверена, что это правильное заключение Мне кажется классика все равно популярна Как пригласить другого мастера на работу? На какие критерии стоит опираться? Ну как и в любом сотруднике, естественно, нужно смотреть на личные качества То есть даже если мастер, у него очень хорошие работы, но он банально неответственный и необязательный То работать с ним будет сложно, поэтому, конечно, смотрите, чтобы человек был заинтересован в своей работе Хотел работать у вас, спрашивайте его мотивацию Потому что некоторые мастера идут в салон в надежде наработать себе клиентскую базу и забрать ее с собой Ну понятно, они не расскажут вам об этом интервью, но просто общайтесь, чтобы было понятно, что это человек, на которого можно положиться Ну и второе, конечно, это качество работы И многие, кстати, руководители салонов говорят, что зачастую они даже готовы взять человека с чуть меньшим опытом И доучить его, если он действительно стремится и есть нужные для этого качества Как обыкновенным практикующим мастерам предложить что-то свое индивидуальное, когда приходят с уже готовыми идеями из интернета, ватсапа, инстаграма и прочих? Для этого нужно иметь хороший каталог своих вариантов работ, желательно, чтобы они были не только на типсах, но и в виде фотографий Потому что не все клиенты воспринимают дизайны на типсах И зачастую клиенты приносят что-то из интернета, просто они увидели, им понравилось, и они даже не знают, что вы тоже творите что-то То есть покажите им, показывайте примеры своих работ, вполне вероятно, что они скажут, о да, вот так я тоже хочу, так мне нравится Как отучить клиента опаздывать? Это очень сложный вопрос, предоплата, либо если вы готовы это делать, есть такие фишки, как записывать клиента последним То есть, чтобы не спешить, можно, вот я так, мы так с некоторыми моделями постоянными делаем То есть, вы знаете, что он опаздывает на 30 минут, записываете на, ну, соответственно, да, на 12.30, на самом деле ждете его в час Спасибо, Настя Мастера красоты Профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года Присоединяйтесь